Хорошо, дорогие друзья, всем доброе утро! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать притчи. Сегодня была длинная молитва из-за того, что сегодня рожь ходыш. Начало месяца. Я не успел дойти до дома. И поэтому мы будем прямо из синагоги, где я с утра молюсь. Мы здесь и будем сегодня изучать Мишли. Притчи царя Солмона. Давид. Все. Так, Яков Шататин смотрит. Все. Значит, все нормально. Зурапа Слонян из Германии. Вся. Максим Перенчук. Из Тиева, по-моему, Лиля Берман. Из Израиля. Все. Все собрались. Поехали. Значит, мы дошли до вторая глава. У нас была вторая глава. И мы дошли до того, что царь Солмон сравнивает сравнивает чуждый божественному взгляду на мир. То есть, чуждые тори и мировоззрение сравниваются с женщиной чужой иностранкой, чьи слова льстивы. То есть, еще раз, это же Мишли, это примеры, это метафоры. Примеры метафоры. И у человека в голове есть набор мыслей. Откуда этот набор мыслей взялся? Этот набор мыслей взялся у человека извне. То есть, извне к человеку попадают какие-то идеи о том, как работает мир, как он устроен, что в нем важно, что не важно, кто его создал, какие правила. Когда там, сейчас, любить так королеву, пить так, гулять так, гулять, стрелять так, стрелять. А утки уже летят высоко. Значит, гулять так, гулять, я им помашу рукой. Это пел Александр Розенбаум. И эта песня звучит в головах у миллионных людей, что утки уже летят высоко. Ох, или есть вот такая вот песня, я помню, в детстве. Значит, почему-то я пел ее Михаил Шепутинский, по-моему. На счастье, на счастье, мне мама ладанку надела на тело. Кричатик, кричатик, я по тебе иду на дело. Ты помнишь, кричатик, все мои беды и победы. То есть, всякие вот эти вот песни, мысли, какие-то убеждения входят в голову к человеку. И дальше он варится в этой каше. И они у него, его определяют, его жизнь, его направление, его состояние. Теперь говорит царь Шломош, что Тора, она, она человека ограничивает. Действительно, она его ограничивает от каких-то, каких-то, ну, действий, да. Ограничивает и какие-то действия говорит ему делать. А теперь, а есть мировоззрения, например, есть мировоззрения такие более легкие, например, нудисты. Они говорят, а чего ты паришься, раздеться просто, ляг на пляж и все. И сравнивает царь с Алмоном вот эти вот все мировоззрения, которые не божественные, он сравнивает с женщиной-иностранкой, чьи слова льстивы и гладко заходят. Теперь дальше он говорит, аузевет алюф неарея, вэт брит элокея, эллоея шахеха. Он говорит, что вот эта вот женщина, которая, которая чуждое мировоззрение, это те, кто оставляют любимого, да, вот этого любимого юности своей и союз с Богом забывает. То есть здесь исходная предпосылка, все-таки царь Шломо обращался к людям, которые знали о Боге. То есть 3000 лет назад он построил первый Иерусалимский храм, туда приезжали люди со всего мира, и там были 10 чудес, мы учили впервые, вот 10 непрекращающихся чудес. То есть прямо стоял, например, вот этот вот храмовый, там где жертвенник был, да, вот так стоял столб дыма в небо, и какой бы ни был ветер, а этот столб прямо стоял. Ну и так далее, было много разных чудес. И получается, что это же удивительная вещь. Ну то есть в то время люди первых поколений особенно, они знали о Боге. Но они также, так как у них было духовное вот это вот чувство восприятия очень сильное, они знали о том, что есть вот эти вот передаточные механизмы. То есть все вот эти вот какие-то силы, там они знали про магию, про какие-то влиять они умели на мир демонов. Есть такой мир демонов, там у них отдельный это мир между духовным и материальным. Есть еще мир демонов. И люди, они были все время вот в этом вот таком, как мы сейчас, да, то есть мы сейчас в постоянном противоречии между легкими удовольствиями, но вредными, и напрягающими усилиями, но полезными. И в наше время у нас выбор идет между ехать на лифте или идти пешком, между идти в спортзал или лежать на диване, между есть вредную пищу и есть какую-то полезную пищу. То есть мы тоже находимся все время в каком-то выборе между добром и злом, но у нас выбор такой слабенький. А у них был выбор между магией, и ты с помощью магии мог уничтожить своих врагов, и между молитвой, и, ну там, надеяться, что Бог тебе просто так поможет. В общем, царь Соломон говорит, что она вот это вот сравнивал вот этот подход к жизни вот этой женщины чужой, да, чуждой мировоззрения. Это как те, кто оставляли любимого своей юности, то есть Бога, и союз с Богом Всесильным забывали. Тишаха эль мавет бейта. И она, эта женщина, она идет, сейчас, значит, она тянет по наклону к смерти. В эль рефаимма аглотея. И к теням мертвым стези ее, так переводят. Значит, что имеется в виду? Вот даже есть в русском языке, есть очень понятная такая метафора, что в гору лезть сложно, а с горы катиться легко. Как покатился по наклонной плоскости. Это у меня сразу, знаете, вот как голова работает. У меня сразу вспоминается песня, почему-то мне всплыла песня. Сын поварихи и лекальщика, я в детстве был примерным мальчиком. Хорошим сыном и отличником гордилась дружная семья. Но мне невинным, и мне невинному тогда еще попались пьющие товарищи. На вечеринках в их компании пропала молодость моя. Понятно? Значит, вот это вот чуждые мировоззрения. Они тебе говорят, слушай, расслабься, отдохни, жди, что тебе кто-то другой поможет. Все нормально. И так далее, и так далее. И начинает человек катиться по наклонной плоскости. А катиться-то ему легко. В принципе, на сегодня ему очень... Это вот катиться по наклонной плоскости. Есть у него интернет, он может спокойно играть в игры компьютерные, он может развлекаться каким-то образом. И он катится, катится, катится. Но куда он катится? К смерти. К смерти в этом мире и к смерти в духовном плане. И говорит нам царь Шломов в 19-м отрывке. Коль баэ ло ешевун. Все, кто пришли к ней, к этим чуждым мировоззрениям, нерелигиозным, небожественным, все, кто к ней пришли, они не вернутся. В ло я сигу архот хаим. И не достигнут они путей жизни. Еще раз, если глобально посмотреть на мировоззрение религиозного человека и на мировоззрение нерелигиозного человека. Оба они верующие. То есть религиозный человек, он верит в то, что есть творец у мира, создатель мира, назовем его разум, да, чтобы было понятно, что он не является никаким дедушкой, бабушкой или там человеком. Есть создатель мира, назовем его всеобъемлющий, небесконечный разум, который добрый, который сотворил мироздание. Просто так, чтобы что-то сказать о нем. То есть мы не можем его постигнуть. Теперь это во что верит религиозный человек. И он этот вселенский, бесконечный, без вообще непостижимый разум, он сотворил все это мироздание, прям создал структуру, атомы, молекулы, квантовая физика, квантовая психология, там кванты, электроны, электроды и так далее. Он все это создал, вселенную, законы природы. И он там посадил человека, такой биоробот, да, тоже он его создал, сотворил. С помощью, опять же, не было там, он из глины никого не лепил. А было, то есть вот это вот, как программисты сотворяют новые программы, да, то есть была какая-то оп, и она возникла, как голограмма такая. И он туда же вошел в виде души, этот вселенский разум. И дал вот этому вот биороботу, в котором есть тело, которое как такая химическая лаборатория, есть мышление невероятно сложное и так далее, дал возможность начать постигать Тору, постигать божественное. И с помощью вот этого постижения свое я, свое самоосознание, свою точку сборки перевести из биокомпьютера, в котором человек живет 70 лет, в духовное пространство, в которое будет он жить вечно. Вот суть религиозного мировоззрения. С помощью чего? С помощью изучения вот этих вот духовных вещей, то, что называется Тора, и с помощью выполнения определенных действий, которые называются заповеди. Все, это религиозное мировоззрение. Теперь мировоззрение нерелигиозное. А я не знаю, я за шахтер болею, я, значит, хожу в Дольче Габбана, да, а я иду такая вся в Дольче Габбана, я иду такая вся, а на сердце рано. И, значит, все Ромео и Джульетта, то есть нерелигиозный человек, он тоже заполняет свою жизнь какими-то размышлениями. Но все его размышления, они пустые, искусственные, и они крутятся вокруг поесть, обеспечить какие-то свои потребности, присоединиться к какой-то группе болельщиков, чтобы не быть одному, болельщиков или какая-то клубы по интересам, найти себе какого-то партнера, чтобы с ним размножиться, и умереть как можно позже, потому что почему, непонятно, да. Ну, то есть, как-то все равно тянутся все к жизни, но не к вечной жизни. И вот это царь Соломонов говорит, что если ты цепляешься за любое мировоззрение, кроме религиозного, то ты все время катишься вниз, и все равно ты придешь куда? К смерти. И все, кто пришли к этим женщинам, имеется в виду к нерелигиозным мировоззрениям, они не вернутся, и не достигнут они никогда дорог жизни, потому что они об этих дорогах жизни, вечной жизни, даже не мечтают. А для чего нам нужна Тора? 20-й отрывок он продолжает. Для того, чтобы ты шел по путям добрых. И чтобы ты сохранял пути цадиков, пути праведников. Значит, есть дороги жизни, есть пути праведников. Чем занимаются религиозные люди? Они изучают божественное знание, выполняют заповеди и делают добро друг другу. Вот у них такая вот жизнь, она крутится вокруг трех простых вещей. Как мы учили, что Шимон Ацадик, Шимон Ацадик, перте, вот мы учили, сказал, Аль-Шушад-Варима-Ула-Мамед, на трех вещах стоит мир. Аля Тора, на Торе, на изучении Торы. Аля Вада, на служении Богу. Валь-Гмилут Хасадим, на добрых делах человек между человеком. Чем занимается религиозный человек всю свою жизнь? Делает добро, старается вот прям каждый день. Там добро, здесь добро, жене добро, детям добро, просто людям добро. То есть, он делает все время добро. Он учит Тору, изучает духовные вещи. Как работает мир, как работает человек, чего Бог хочет. И он служит Богу, он молится и благодарит Бога за то, что у него есть. Прекрасная жизнь, заполненная вообще, заполненная очень понятными делами. 21 отрывок. И ешарим, и шкену, о рец, вэтмимим, и ватруба. Он говорит так, что прямые, те, которые прямые, они населят землю. То есть, они как раз и будут населять вот этот Алла-Маба, грядущий мир, который возникнет, когда этот мир исчезнет. И вот эти вот прямые, которые при жизни перенеслись в духовную плоскость своими мыслями, своими действиями, своей верой. Как написано, цадик бы, монотой, ифье. То есть, цадик своей иммуной, своей верой будет жить. Перенестись вот в эту вечную жизнь можно только через качество ума, которое называется вера. То есть, вера это то, что двигает человека в направлении каких-то идей. Вот есть у человека какая-то идея. Если он в нее верит, то он этой верой, он двигает себя в сторону идей. И тот, кто верит в Бога, двигает себя в сторону Бога. Тот, кто верит в вечную жизнь, он двигает себя в вечную жизнь. Так он говорит здесь, ки-и-шарим, прямые, ишк-ну-арец, они прямые, будут населять землю. Утмимимы ватруба, а чистые, то есть, есть у человека, у каждого, у цадика, у нецадика, у меня, у каждого, есть внутри вот этот ецарара, злое начало, или, или, есть такой миллиардер Рейд Далио. Он называет, что, он говорит, у меня есть высшее я и низшее я. Так он это называет. Низшее я, это эмоционально-инстинктивное животное я. Высшее я, это рационально-интеллектуальное, ну, духовно он не говорит, он говорит рационально-интеллектуально. Он делит это так. И он говорит, что он чувствует, он не религиозный человек Рейд Далио, но он чувствует постоянную войну между этими двумя я внутри. Теперь, кто такой я-шар? Я-шар, это тот, кто побеждает в этой войне и выходит на прямой путь. То есть, он каждый раз, понимая влияние этого низшего я, злого начала ецарара и верхнего я, он выигрывает, ставит, как бы, побеждает верхнее я. Теперь, тамим, это тот, который, вообще, у него, он превратил себя полностью в высшее я. И тамим, это такой чистый, безупречный, да? Он, вообще, останется навечно, будет жить вечно. Двадцатый отрывок. А злодеи урушаим мэры цикариту. Знаете, злодеи, что злодеи с земли будут выгорчеваны, полностью выгорчеваны. У богдим, иску мемена. И богдим, кто-то тебе богдим, значит, измените, тоже будут искорены. Искоренены. То есть, те люди, которые в своих мыслях выбирают мировоззрение все-таки антирелигиозное, они говорят, да, фигня это все, вот это ваша религия, опиум для народа. А что тогда, не опиум для народа? А ну, скажи, что не опиум для народа. А не опиум для народа заказать трак у Илона Маска, которого нет пока, но будет. Вот я верю, что он будет, этот трак, и я сейчас сделаю предзаказ. А будет он или не будет, непонятно, но я верю, что он будет, и я предзаказ сделаю сейчас, заплачу 100 долларов, и все. А Илон Маск говорит, смотрите, какой кудесник, да, вот я показал какую-то херню вообще полную, да, какую-то штуку. И, значит, кинул, сказал, что стекла не бьются. Кинул камень, а они бьются. А я говорю, да, разбилась, ничего. И весь мир поверил, что эта штука заработает. А почему весь мир поверил Илону Маску и не поверил Мошера Бену, да? Почему Илону Маску надо верить, а Мошера Бену не надо? Оба говорят о будущем, оба говорят о том, чего нет. Оба говорят о том, что, в принципе, не существует пока. Теперь есть люди, верующие в Илона Маска и в его идеи, а есть люди, верующие в вечную жизнь и в то, что у них будет все хорошо. И я вам говорю, те, кто, я верю, вот прям по-настоящему, что будет у всех верующих людей, которые верят в Бога, создателя мира, который мир создал, миром управляет, будет все хорошо. И мы в вечности еще много встретимся, будем тогда кайфовать и смеяться над Илоном Маском, который этот рак, я думаю, и не сделает, не получится у него ничего. Я вот так думаю, вот как люди есть неверующие в то, что есть вечная жизнь, так я не верю в то, что у Илона Маска получится. Вот не верю и все. Понятно, как работает вера? Почему не верю? Не хочу верить и все. Они не хотят верить в Бога, а я не хочу верить в Илона Маска. Понятно, да? Хорошо, дорогие друзья, все, мы закончили вторую главу. Вторая глава мы закончили. И, значит, завтра с Божьей помощью шаббат. Да, у нас сегодня вечером наступает шаббат. Всем шаббат шалом. Я верю в то, что надо на день выключаться полностью. От захода солнца до выхода звезд нужно выключаться из всей материальной деятельности и вспоминать, что есть Бог, хозяин мира. И Он миром управляет, и от Него зависит все в нашей жизни. И мы должны в шаббат об этом вспоминать каждую неделю и служить Богу. Все. Удачи, успехов. Всем, пожалуйста, напишите свои выводы, напишите свои, поделитесь своими выводами. Очень важно всю ту знание, которое вы получаете, их как семена засевать и за ними ухаживать. А ухаживать за знаниями, это значит их записывать, их передавать, делиться ими, говорить про них. И будет все великолепно. Все. Удачи, успехов. Всем шаббат шалом и счастливо. Пока.